Слышишь меня хорошо? Ну давай сейчас опять еще раз проверим чтобы у тебя голос с минусом хорошо подходил Ты никогда не бывал в нашем городе светлом над вечерней рекой Не мечтал до зари с друзьями ты не бродил по широким проспектам значит ты не видал Нормально, Глеб? Можно чуть-чуть голос поднять Поднять голову, да? Пробуем Как там значит ты не видал лучи горы темли Песня плывет Нормально? Да Готов к записи? Угу Ты никогда не бывал в нашем городе светлом над вечерней рекой Не мечтал до зари с друзьями ты не бродил по широким проспектам Значит ты не видал лучи горы темли Песня плывет Песня плывет Сердце поет Эти слова О тебе Москва Ты к нам в Москву приезжай И пройдись по Арбату Окунись на Тверском Шум зеленых аллей Хотя бы раз посмотри Как танцуют девчата На ладонях больших Голубых площадей Песня плывет Сердце поет Эти слова О тебе Москва Слова ты вспомнишь мои Если только приедешь И увидишь хоть раз Лучи горы земли И песня плывет Москва Ну как Понравилось тебе? Спасибо Спасибо Вот сейчас могу без обработки дать Потому что Илюха наушники снял Вот голый сигнал Это один микрофон мы слышим Сейчас все микрофона слышим Сейчас я четыре микрофона в ушах слышу Это фон шел с этого микрофона А это что? Это сейчас что мы слышим? Сейчас мы все четыре микрофона слышим И вот это тоже? Нет, это я отключил А, только те четыре микрофона Да, здорово Ага, нормально тебе в ухе? Да Как будешь готов, скажи Сейчас Мы готовы, Серег? Готовы Готовы Ага Готовы Так, можно меня попросить чуть-чуть небольшую коррекцию ушах сделать? Что надо сделать? А, чуть-чуть вообще добавить в полную Погромче в уши, да? Да Давай Вот так Чистонка не будет, естественно, да? Нет, конечно А что с чистотой? Нет, можно подрезать Но это как бы это Наверху надо подрезать Самый громкий кусок можешь сыграть сейчас? Все, я готов Ты готов? Да я что-нибудь так сейчас покидаю подряд прямо А потом это все в нарезку и все Не, в нарезку, но так, чтобы можно было порезать Чтобы оно одно за другое не цеплялось Ты так где-то в промежутке-то делай Ну, да, попробую Да, давай, давай Сейчас закрываем Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, Илья, иди заходи сюда Ну что, как? Пороть буду Ну, мне показалось, что последних два дубля Они были наиболее интересные Да, я немножко разыгрался Первых два дубля у меня ушло на разыгрывание Вот А далее Началась уже настоящая работа Из этих двух дублей, по идее Поскольку это запись многодорожечная, многоканальная Не знаю, как правильно Из них, по идее, можно составить один цел Это если быть не до конца честным Если до конца честным, можно, конечно, оставить один дубль В принципе, каждый из этих двух дублей годится для того, чтобы оставить их на конечный результат Я тебе понял И мне тоже так же показалось Ну вот Первые опыты закончились Илья, поделись своими впечатлениями Как тебе писаться в студии В студии писаться, в общем Я думаю, что эта студия Ну, по акустике и по многим параметрам Не сильно отличается от многих подобных студий Которые есть в городе Их достаточно много На которых, в том числе, и я писался Вот Эта студия сухая Маленькая комнатка Вот Никаких лишних переотражений нет С одной стороны, ты себя достаточно адекватно слышишь Ты слышишь, что у тебя происходит вблизи Вот Никуда ничего не улетает Вот С другой стороны, это повышенный контроль Естественно А особенно вот такие произведения, которые Я сейчас исполнил Вот одно из них Их, как бы, хорошо бы играть в определенной акустике Здесь такой акустики нету И, естественно, я ее себе в голове додумываю Вот И эта додуманность, она, наверное, сказывается на результате То есть приходится, как в голове, как процессор Постоянно дополнительно обрабатывать множество информации Вот То есть без акустики Без представления этой акустики Эта вещь, она не рождается и не звучит Ее хочется услышать уже в акустическом оформлении Вот Но, тем не менее Я внутри себя каким-то образом это компенсирую Вот И надеюсь, что результат себя оправдает Тем более, что впоследствии Я так понимаю, что любой пресет Холла можно добавить Вот В каком-то количестве В разумном Вот Можно сделать сравнение Можно сделать сухую запись И, как бы, сравнить с пресетом Холла Что тоже будет интересно Илья, вот Вы отчасти уже сказали о том, что Играя это произведение Исполняя это произведение Вы слышите его в определенной акустическом обрамлении Вот насколько наушники, которые вы использовали Сначала во время записи Вам помогали Потом вот мы обратили внимание, что вы их сняли Вот 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 как это? С наушниками Без наушников Тут ситуация двоякая Тут надо действовать Именно по ситуации Скажем так Вот я попытался сначала Да Надев наушники Геннадий добавил туда Холл Вот И, естественно Вроде бы Это должно было дать мне ощущение Исполнения в концертном зале Но, к сожалению Все-таки Звук был достаточно Искусственный Ну, естественно Как это обычно и бывает Вот поскольку это проходит через целую цепочку Так сказать Как это термит? Всевозможных электронных устройств Всевозможных электронных устройств Да Вот Правильно Значит Это проходит через подобную цепочку И, естественно Доходит сигнал уже в более-менее искаженном виде И даже если я приснимаю одно ухо Все равно Ощущение такое Что я не полностью контролирую ситуацию То есть Здесь идет звук клапанов Очень громкий Там идут переотражения От этого холла Которые дали мне в одно ухо То есть Ситуация не очень комфортная Для исполнения Сложного виртуозного произведения Ну вот Я хочу вам Обратить ваше внимание Что В предыдущем случае Когда мы пытались Определить место Ваше место перед микрофонами И вы надевали наушники Вот Из-за того Что В общем-то Нет такой практики Ну Не часто вы этим занимаетесь Вы попытались подойти Несколько ближе Нежели чем Тот уровень На который я вас поставил Почему? А вот потому что Собственно говоря Это естественно Музыкант Он хотел бы Тем более Такой инструмент И произведение На самом деле Оно именно Подходит Под такую Реверберационную картину Вот Это естественно Что вы хотите Это услышать И моделируя В голове Как бы вы Не фантазировали Сколько Можно не говорить Себе Сыр 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 Во рту Не будет Вот в этом И заключается Наверное Вот эта Трудность И проблема Но тут дело Уже профессионализма И вещей Которые доведены До автоматизма У меня Как у музыканта То есть Я понимаю Какая у меня Должна быть Подача Какая должна быть Фокусировка Какая должна быть Длительность Звука И филировки То есть Это все Я делаю Все то же самое Только в помещении С большим полом То есть Я стараюсь В маленькой комнате С сухой акустикой Сделать все то же самое Я стараюсь Не менять свои привычки И не играть по привычке Услышав другую акустику Тут же менять Свои привычки Играть по старому Так как я это должен делать Тогда это сработает Тогда наложив Определенный холл Будет тот результат Который я ожидаю Спасибо большое Это было наверное Интересно Не только нам Но и тем Кто нас видел В этом ролике Спасибо Спасибо